К деловым новостям более чем на 20%. За год выросли цены на муку в Казахстане. В прошлом месяце на рынках и в магазинах страны килограмм высшего сорта продавали по 224 тенге. При этом уровень производства в стране падает. По сравнению с прошлым годом снижение почти на 7%. Экспорт муки тоже идет в минус. В этом году Казахстан может потерять около трети годового объема. Моя коллега Камила Тастанбекова расскажет, в чем же главная причина снижения продаж. По словам зернопереработчиков, Арстан причина в неравных условиях доступа на рынок Узбекистана. Наши соседи закупают казахстанское зерно по нулевым ставкам, а вот муку по 10%. Так они стимулируют собственную переработку. На казахстанские компании также влияет транзитный экспортный тариф. Из-за него нашим мукомолам становится сложнее конкурировать за один из главных рынков в регионе Афганистан. По словам представителей отрасли, ситуация не меняется уже давно, а пока хочу рассказать о новых мерах поддержки для аграриев. Ждем подробностей. Механизм гарантирования кредитов банков второго уровня ввели в Казахстане для развития аграрного сектора. Он будет реализовываться через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. По условиям сумма займа не должна превышать 3 миллиардов тенге, а ставка вознаграждения 17% годовых. Срок кредитования не больше 10 лет. Практически всю комиссию оплачивает местный исполнительный орган. Воспользоваться новым механизмом могут аграрии, которые собираются реализовывать инвестпроект с помощью кредитования в банки. Приоритетные направления – молочно-товарные фермы и теплицы, птицеводство и садоводство, выращивание сахарной свеклы, производство круп и растительного масла, а также переработка овощей и фруктов. А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Карта цен». Мы решили сравнить цены на килограмм муки высшего сорта в разных регионах страны. По данным наших собственных корреспондентов, дешевле всего этот нужный продукт стоит в Шемкенте – 180 тенге. В Актау немного дороже. От 190 тенге муку высшего сорта продают в Усть-Каменогорске. От 200 тенге в Петропавловске. Дороже всего килограмм стоит в Талдыкоргане. А еще в Нур-Султане. Самого дорогого барана в мире продали на аукционе в Шотландии. Двойного бриллианта, так его зовут, оценили в 490 тысяч долларов. А начались торги со ставки 14 тысяч долларов. Животная порода тексель, которую используют в основном для размножения. Еще она славится высоким качеством мяса. Именно так Шотландия объясняет высокую цену. Отмечу, что предыдущий рекорд был установлен также в Шотландии в 2009 году. Тогда барана купили за 306 тысяч долларов. Из-за пандемии в Великобритании собираются повысить налоги. Так, Министерство финансов планирует возместить потери бюджета. Во втором квартале этого года экономика Англии сократилась на 20%. Это стало самым сильным падением в истории страны. Размер госдолга страны в июле превысил 2 триллиона долларов. Чтобы выйти из сложившегося положения, правительство Британии обсуждает варианты повышения топливных сборов, введения налога на электронные продажи. С 18 на 20% хотят поднять ставку с продажи второй квартиры или дома. Для тех, кто платит налог по повышенной ставке, размер сбора планируют увеличить с 28 до 40%. И завершение официальный курс на сегодня. По данным Нацбанка, доллар стоит 420 тенге, 11 тинов. Евро 499 тенге, 47 тинов. А рубль 5 тенге, 64 тина. Арастан, это был весь деловой обзор к этому часу. Вам слово. Ох уж этот коронавирус. Налоги поднимают в Великобритании. Спасибо. Камила Тастанбекова была с деловыми новостями. Продолжение следует.